КОНЕЦ Здравствуйте, меня зовут Михаил Борзенков. А я Олег Шишкин. Вы смотрите программу «Магия кино». Программу повышенной духовности. Михаил, вы книжки любите? Ну, достаточно того, что их читаю. Смотреть их любите? Если с картинками. Повзрослеете будете и без картинок смотреть. Я вообще выступаю за романы без иллюстраций. А экранизацию романов считаю преступлением. Вот нобелевский лауреат Габриэль Гарсиэ Маркес, автор поколенческого романа «Сто лет одиночества», категорически запретил экранизацию своего произведения. И даже сбросил с балкона голливудского продюсера. Романы, сформировавшие поколения, должны оставаться только на бумаге. Да, конечно, не должны. Совершенно очевидно, что им прямая дорога на киноэкраны. Потому что, вы поймите, великий роман с киноэкрана говорит не с одним поколением, а сразу с тремя. Именно поэтому сегодняшние 20-летние фанатеют и от «Полетом к гнездам кукушки», и от «Заводного апельсина», и от «Бойцовского клуба». А про книжки они, да, и не вспомнили бы, я думаю. Получается, что без фильмов книги им не нужны. Ну, да. Но самое ужасное, что и с фильмами книги им тоже не нужны. Такие экранизации хоронят литературу. Потому что у детей имидж ориентированной эпохи, память срабатывает только на картинку. Конечно, сегодня уже никто не помнит, что был такой роман «Орландо». А фильм «Орландо» до сих пор на слуху. А что, был роман? Да, и написала его Вирджиния Вульф. Но тут вы, Олег, попали в собственную ловушку. Потому что, хорошо, роман я не читал, но фильм-то я смотрел. И авторское послание до меня добралось, понимаете? Не все средства хороши. И нужно обладать определенной духовной чистоплотностью. И я бы тысячу раз подумал, прежде чем снимать «Гарри Поттера». Гарри Поттер вообще не выгодил. Ведь сегодня индийские дети ловят сов, и они у них умирают. Птичку жалко. Но зато у современных детей есть фильм их поколения. Вы знали бы, Олег, как я мечтал в детстве, увидеть на экране героев романа «Моего поколения». Это какого же? Ну, «Стелен колец», конечно. И, по правде говоря, режиссера Питера Джексона я в результате полюбил ничуть не меньше, чем Толкия. Он хочет убить нас. Я не прогоню его. Идем с меня горло. А я думал, что роман вашего поколения – это «Дженерейшн Пи». Кстати, да. Сейчас в оба особое время. Такого раньше никогда не было и никогда больше не будет. Будет, решил режиссер Виктор Гинсбург пять лет назад и приступил к съемкам фильма «Дженерейшн Пи». Роман Пелевина о неразборчивой жизни 90-х был напечатан на пороге нулевых. А на экраны попал в ЦАТЕ. Такой временной зазор режиссера не пугает. Виктор Гинсбург тоже был свидетелем тех событий. Правда, воспринимал все происходящее как бы со стороны. Потому что еще подростком уехал вместе с родителями из Советского Союза в Америку. Окончил Нью-Йоркскую киношколу, потом снимал музыкальные и рекламные ролики. На родине оказался только в 91-м, как раз в ее минуты роковые. Не надо ориентироваться на атлантические ценности. Мы же евразийцы. В 2001-м Гинсбург прочел роман «Дженерейшн Пи». Сразу захотел перенести смысловые галлюцинации на экран. Разыскал Пелевина, получил разрешение на съемки и в 2006-м году приступил к работе. На роль Вавилена Татарского выбрал Владимира Епифанцева. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Творцом. Творцы нам тут не нужны. Криэйтора глава. Криэйтора. Актеров Виктор Гинсбург вообще подбирал с размахом. В картине «Дженерейшн Пи» играют не простые люди, а бренды. В Гордонах, Лобыстин, Шнуров, Парфенов, Литвинова. Море рекламы. Очень легко заблудиться. Рекламное пространство на страницах фильма разбивается трипами татарского. Многие поклонники Пелевина считали, что фильм не получится, в том числе потому, что показать расширение сознания главного героя невозможно. Но у Гинсбурга это вышло. А это что такое? Что от него будет? Сам увидишь. Вот Гиреев, знаменитый пелевенский Вергилий. Как ни странно, эту роль сыграл известный любитель алкоголя Сергей Шнуров. Мой-то герой, мне кажется, что он некий сталкер, да, и когда человек идет по какому-то неведомому для него пути, он понимает, что он уже не сталкер. И что тот куда-то идет, а куда он даже и не ведает. А может быть и ведает. Вот это вы пугает. Боишься? Не боись, это все туфта. У нас в гостях актеры Михаил Ефремов и Владимир Епифанцев. Здравствуйте. 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 Ну мы хотели бы, конечно, вас поздравить, потому что прошло уже 200 лет с момента начала съемок. Этой замечательной картины. А что сейчас? Такая была жертва ради вот такого прогрессивного кино. А что сейчас ощущают вот эти жертвы прогрессивного кино? Вот когда закончен этот тяжкий долг. Все-таки режиссер-то стращал, мучил всех присутствующих на площадке. Режиссер не мучил, не стращал. Режиссер перфекционист, о чем не устану повторять. Нет, он просто добивался того, чего сегодня в кино уже давно отвыкли добиваться. Потому что есть определенный лимит финансовый, временной, там продюсеры все время капают. Ну в этом проекте он был сам себе продюсером и делал то, чего хотел. Витя же приехал из Америки, он вообще первый год, я так понимаю, он не очень... Ну может быть Америка как-то давила на него? Нет, на него Америка вообще не думает, что давит. Дело в том, что он действительно у постороннего человека, видите, на съемках вызывал впечатление, ну помешанного. Ну он действительно фанатик, а это вызывает уважение. Он вбегал в кадры и кричал «Рок и ролл!» Это было так, да. Владимир, а вы должны бы радоваться такому. Я радовался, мне это очень нравилось, да. Но он вносил тот драйв необходимый. Один раз он выхватил у оператора камеру, Алексей Борисович Родионов. О нем надо вообще отдельно сказать, у нас оператор величайший. Алексей Родионов. Да, он снимает и говорит «А, не так, вот сюда, прямо во время мотора». Вот так увлечен был. Скажите, Владимир, а вот насколько сложно было актерски работать с актером Михаилом Ефремовым? У вас возникали какие-то конфликты на площадке? Просто есть миф, что он очень непростой человек, что он очень капризен, что он часто любит говорить загадками. Олег, дайте уже ответить. Вы понимаете, не загадками я говорю, я говорю правду. И она сейчас как загадка выглядит просто. У Миши характер отличный. Это действительно миф. А у кого же скверный-то? Скверный эпифанцон. А-а-а, тоже миф. После 12-го часа Миша перерождается. Это действительно так. Он меняется, он становится другим человеком. Он может уйти в себя, он погрузится в какое-то такое меланхоличное состояние, поэтичное. Он может начать читать стихи, сочинять какой-то сценарий, писать. Но он уже не так увлечен процессом съемок в кино. Но это через 12 часов. Он 12 часов работает честно. Все 12 часов у него компьютер, он монтирует там фильмы, успевает отвечать на вопросы в сайтах. На самом деле я находился просто в состоянии образа, поскольку я играл человека творческого, который из этого процесса... Да, не выходит, у него все время идет поток мыслей, там, так сказать, всяких образов. И вот я в этом состоянии пребывал. То есть мне, в отличие от других проектов, где есть возможность поспать, посмотреть фильм, сериал, я находился как раз в творческом процессе, и поэтому мне в образ не надо было входить. Я практически был всегда в нем. Скажите, все-таки произведение называется Generation P. И, наверное, оно может быть интересно тому, кто себя причисляет к Generation P. А другим генерациям оно может быть интересно. Это интересно всем. Это имело Виктора Леонидовича? Тема конца интересна. Я думаю, что это если начинать, ну что... Нет, в этом фильме есть все то, о чем сегодня вообще в кино не принято говорить. Есть все то... Не то, что даже не принято говорить, а то, с чем вообще нельзя начинать снимать кино. И то, с чем с тобой даже ни один продюсер не будет разговаривать. Во-первых, хорошая литература. Что как бы нонсенс для современной... Номер два. Независимость полная от продюсеров, от эстетики, жанра, переписывания сценария. А как это получилось вообще, независимость? Потому что он зануда. А это третья, наверное. Он вымутил фильм. Потом это не андеграунд и не индепендент. То есть это абсолютно коммерческое кино, высокобюджетное, в котором есть послание и для избранных, собственно, для людей, искушенных кино. То есть есть там и европейское такое вот начало, и абсолютно такой драйв американского киноэкшена, и интеллектуальный подтекст, без которого это просто фильм не может быть. И еще, при том, что там есть такой аттракцион, оттяжный абсолютно аттракцион, он затрагивает важнейшие вещи сегодняшнего времени. Это один из которых вечные вопросы духовного поиска, пути, открытия бесконечного тайн в этой жизни. Владимир Михайлович, а мне кажется, что все-таки ваши герои, они уже в прошлом, это археологические персонажи, они закопаны там, на неушедшей эпохе. Их таких уже нет. Герои, которые кладут свою жизнь ради истины, нет. Есть, у Пелевина есть герои всегда, только они то такой, то такой. Другое дело, что Generation Pivot, когда вышла, мне это не было близко, потому что я не занимаюсь рекламой, кино, ну вот в таком продюсерском... Опасение как раз остается в том, что это было очень близко тогда людям, в 97-м году. Ну это неправдый фильм, а сейчас... Хотя мне Пелевин очень нравится, но Чапаев пустота для меня неизмеримо выше, позицию занимал по сравнению с Generation Pivot. Просто все зависит от цикла, в котором мы живем временно, а он всегда одинаковый, этот цикл. Владимир, в ваших словах я слышу неверие в силы космоса. Я уже закончил с Верой. Владимир прошел 4 года, почему дети? Что я ребенок, что ли? Я верю в человек. И я думаю, что это все равно... Какая разводка. Тот 4-летний цикл, который прожил Владимир в этом фильме, просто, ну... Отразился, что ли? Он не отразился, просто преобразился. Он испытал вот все эти катарсисы или катарсисы шубы. Огонь, воду и медные трубы. Медные трубы сейчас, мы надеемся, сейчас как-то, Вера. Михаил, а вот бывали у вас на площадке те моменты, когда вы психовали, срывались? Собственно, все моменты на площадке были такими. Вот я говорю, я только мы начали сниматься, на второй день и началось. Я понял, что я... Я же опытный. Я понял, что о-о-о, зависли. Так-так, а почему? По каким признакам вы сразу... А по режиссеру же понятно. Режиссер я... Вот камеру Алексея Борисовича выхватил, я думаю, о-о-о, все ясно. Ку-ку. Да, во время работы у нас могли возникать между нами искры. Он вытерпел от нас, конечно, тоже очень много. Не то, что мы там от него, но... Он от нас очень много вытерпел. Но он в этом смысле, он великий человек, что он это... Перед ним мы склоняем, поснимаем шляпу, потому что он это сделал. То есть, все-таки получилось достойное кино, как вы считаете? У нас чудовищный фильм о чудовищном времени, что вы? То есть, вот все-таки анти получается? Да не анти. Эх, у меня майка есть, анти. Точка прям, ну, ты жалко, не одевся. Я думаю, что все равно этот фильм долгоиграющий. Я думаю, что это как и Пелевин, потому что его один раз почитаешь, все равно хочется... Че-че он сказал? Че-че там было? Чего там я смеялся? Это все время происходит с хорошей литературой, как и с фильмами, которые удались в хорошую литературу. И вот среди этих богов был такой хромой пес-пи***ц с пятью лапами. По преданию, этот пес спит где-то далеко в снегах. И когда он проснется, вот тогда он и наступит. Я не понял. Яркий пример того, как надо сегодня, с каким подходом надо вообще делать кино. С каким настроением. С каким? Как? Драйв. Это радость, драйв. Это абсолютно... Когда человек не думает о том, сколько он заработает. Ну, сумасшествует. Да, полное безумие того, что происходило. Вот полное безумие. Он безумный Гинзбург. И при этом, я еще раз повторяю, это не арт-хаус. Это просто человек получал офигительное удовольствие того, что делает, набрав самых лучших артистов, самых лучших супервайзеров, каскадеров. Там у нас работал каскадером известный Витя Иванов, который сегодня только в Голливуде фигачит. Я уже молчу про состав весь операторский, художники, гримеры, те, кто занимаются графикой. Это все самые-самые лучшие на сегодняшний день. Ну, значит, вот такая была режиссерская группа, выдающаяся, что она могла привлечь такие исключительные силы. Я думаю, в данном случае выдающийся Гинзбург. Потому что это же надо иметь такой заряд, чтобы выдержать все это. И он не останавливал, а такое ощущение, что он не спал, не отдыхал. Он все время один и тот же Гинзбург. И вот так вот все, и донудил. И так все 200 лет. И вынудил. И все 200 лет так, да. Вот это безумие. Мы напишем потом с тобой книгу тоже про эти съемки 200 лет вместе. Прекрасно. Господа, спасибо вам за безумие. Надеюсь, что и нам оно передастся. И думаю, что оно будет многослойным. Если так будет, вы все будете, как Владимир Шипанцевич. Всего и себе желаю. Спасибо. Спасибо, Димир. Спасибо тебе.